где там жил мой отец мне нужно посетить домашнее гнездо это вот этот самый огромный дом отца нет сколько же здесь всего странного и повсюду следы погрома на этой доске вырезано мое имя это же тайник а внутри какой-то оберег любопытная штуковина возьму себе радиосвязь на таком расстоянии да ты просто волшебник поиски ничего не дали к сожалению тут только рухлить правда я нашел забавный амулет с кнопочками и надписью юб-627 red excess точно как в старых манускриптах это же ключ от морских врат откуда он взял свой твоего отца впрочем неважно слушай внимательно рассказывает что на затерянном в океане острове живет оракул тот кто пройдет через все испытания на пути к его жилищу получит ответ на любой свой вопрос естественно все это вы думаете конечно было бы неплохо узнать у этого оракула что случилось с айвеном в любом случае не зря такая редкая вещь оказалась в его тайнике я читал старинные документы где говорилось а точнее сказать можно было прочесть между строк что на одном острове было какое-то крупное и очень засекреченное строительство поезжай все время на север где-то на самом краю земли находятся морские врата ты сразу их узнаешь когда увидишь больше и сам не знаю похоже мой радиоприемник совсем согласен связь оборвалась но я понял о чем говорил бен узнаю подробности в минине офигеть привет друзья меня зовут алекс и вы с вами снова во вселенной игры экс махина короче такая ситуация у нас чего-то стало сбоить запись этой игры я не знаю почему одна серия записывается другая не записывается записывается не запись предыдущая серия опять не записалась поэтому вам просто поведаю чем мы занимались прошлой серии как вы видите мы уже в хеле находимся фатерлянди тут вообще все объездили облазили в общем какая ситуация мы с вами переехали через ручей я вам объяснял что чтобы проехать через этот ручей нужно было взорвать мост взять динамит приехать сюда вернее приехать сюда взорвать мост потом вернуться сюда здесь нас пропустили мы приехали с вами в минин то есть вот сюда здесь дом отца был чтобы нам рассказали как проехать в хель нам пришлось во первых найти базу бандитов и там всех уничтожить после того как здесь на нефтяной вышке мы наладили добычу нефти то есть короче в минине есть несколько квестов квест по разоблачению мэра который уезжает в пещеру вот сюда в этот карьер и там у него очень много барахла спрятано пока город нищий он туда прячет свое барахло все деньги города вывозит и прячет его нужно разоблачить мы его разоблачаем потом работники говорят мол так и так нам нужно короче на вышку попасть отвозим их на вышку они начинают работать и говорят что типа все теперь с нашими караванами ты можешь ехать в хель они тебе покажут дорогу вот но предварительно мэр вот этот продажный дает задание мол очисти от бандитов вышку уничтожь бандитов и тогда вот у нас возникает дополнительная такая нужда либо следовать за бандитом вот отсюда вот так вот туда 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 здесь база здесь я поднял миномет второй здесь я поднял первый миномет который стоит хороших денег а пока мы катались вот тут вот вот это вот все объезжали тут я нашел по кате и корд который один по ante я продал один корд я оставил вот в общем такая штука я не знаю почему игра не записывается просто просто дичь какая-то вот он maniac миномет шмель я оставил один второй продал но на нашу машину он не идет видите у него типа шесть ячеек требуется у нас под 4 ячейки то есть либо корт либо продвинутый по кт либо еще один корт у нас стоит по машинам сейчас мы будем копить с вами на урал молоковоз я решил не покупать решил на урал копить урал все-таки машина вещь реально вещь молоковоза покупать блин немного смысла такие вот пироги приехали мы в хель нам нужно сейчас с кем-то поговорить либо спир читта либо с читта адрита либо с галденом не знаю сейчас будем разбираться так чисто теоретически серия записывается поэтому я наверное продолжу галден ну-ка что там галден расскажет ты бы не мог нам помочь галден говорит нам и чем же могу вам помочь наш склад был захвачен местным населением почему же вы не можете его отбить силой нам не хочется ссориться окончательно с жителями этих земель поэтому мы и просим тебя хорошо я попробую разобраться давай пойдем попытаемся разобраться нам лишние деньги с вами не помешают нам на урал еще 15000 между прочим копить и вы в курсе 2 километра целых нифига кстати города такие уже обжитые нифига тут как заносит нам повезло реально на этой горе сто пудов лежит ящик елки-палки в коем-то веке я ошибся и ящик здесь не лежит здесь лежит нет здесь не лежит здесь лежит нет я я ошибся ребята я ошибся сейчас мы поедем пообщаемся с жителями насчет склада почему они вдруг осторожно 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 блин ну что ты даже я застрял на ровном месте да ладно да ну я не верю давай 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 ты мой красовец то что что творишь молодчина вот эта машина что там происходит нам срочно туда нужно ехать более нормально тебя как опять кнопка не работает где кого здесь взорвали здесь должен хлам лежать кого здесь взорвали говорю а где хлам то а хлама нету это ахламон и они хлам вообще обман сплошной да в натуре а турели чувак ничего тебе не понадобится он их просто протаранил что ли нифига о ее и осторожней а то он еще и нас починить таким образом для есть еще прям территория все живее и живее как все-таки мы выясняем с вами обыскивать уголки мира данного имеет смысл ибо то ли бандиты то ли какие-то элементы непонятные запасливые прячут всякие интересные вещи в таких местах всякие пушки металлоломы и прочие всякие полезные ресурсы в хозяйстве как мы знаем хозяйстве то все сгодится правильно вот и все и делов почему-то кажется что здесь очень опасно съезжать да нет вполне нормально умеем мы с вами по стенам ездить потому что ухты как он подскакивает вы получили новое задание не хочу соваться в это болото без важной причины прям инопланетная музыка какая-то поехали насчет складов разговаривать или насчет складов здравствуйте жители кардан мы приехали в кардан что в кардане есть интересного до кардане нифига интересно нет матвей почему матвей расскажешь привет садись и выпей со мной рюмочку ананаги но если ты меня угости что я не откажусь а чё захотел платье сам халявщик ну и пей сам свою ананагу матвей вообще обурел типа выпей со мной но я платить за тебя не буду сам просит выпей говорит со мной и сам же говорит я типа не буду за тебя платить и сам заплати а еще лучше за меня заплатить еще один ну пожалуй сделаем ход конем ах ты скотина он до меня достреливает в дерево то нельзя врезаться дерево твердое больно будет а машина сомнется до деревья он врезаться мне еще будет боже только что такая красивая машина у нас была теперь уже вся опять кривая какая музыка положительная позитивная а вот они из клады или и дни то ой не те нам нужны вот эти значит люди и человеки склад гляньку и значок интересный информация машине магазин а это что складской охранник стой кто идет спокойно я вам не враг это уже нам решать выкладывай кто таков мне поручили важную миссию договориться с вами об освобождении склада а торговцы поняли что захват нашего лидера был не лучшим их поступком они готовы его освободить они захватили вашего лидера меня вы хоть предупредили у нас сейчас сложные времена понимаешь этот склад единственный рычаг с помощью которого мы можем диктовать свои требования грязным торговцам и чего же вы хотите на данный момент мы просим освободить нашего лидера только после этого мы уйдем со склада хорошо я помогу вам и где же ваш лидер не знали бы сами освободили это и есть твоя основная задача узнать где он ладно попробую выяснить какой ужас вы получили новое задание и что же это за новое задание скажите мне на милость фатерлянд нам не нужен нам хель нужен преодолеть болото о так все в порядке должно быть а если мы например здесь поедем зачем нам обязательно именно в ту точку проезжать чтобы преодолеть болото мы можем по горам например обскакать то место ух ух а конечно в невидимые стены конечно в этой игре это просто трэш не могу ничего хорошего про них сказать это так тупо это реально тупо какая разница ну шмякнулся бы в воду и шмякнулся хотя не было бы за скриптованные заставки тут как бы ничего не скажешь да действительно а тут скриптованные моменты они такие куда под колеса бежишь крендель разбежался в линолух сейчас снова будет странная инопланетная музыка это гиблое место не хочу соваться в это болото без важной причины алё молодой человек у тебя задание про перебраться через болото чё он такое лепечет чё-то я не могу врубиться путь к вратам преграждает болото нужно найти мелкое место или тропу чтобы перебраться на другую сторону освободить лидера узнать в вольме ты ольм ты кардан ольм ёптить поехали вольм а зачем ты нам вторичное задание дали преодолеть болото я не понял то ли это глюк то ли это бред то ли вообще хрен поймет правильно мы хоть едем то да правильно чё-то чушь какая-то вообще какая-то чепуха как дела? нормально а где вы сверху? гуля они сверху сидят а они не сверху сидят они вообще вон они ёлки палки давай-ка ну-ка упади 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 давай 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 падай ну падай 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 из тебя пушка наверное хорошая будет да падай ай фу пистолет хотел сказать автоматик говененький жидкий вообще а у этого козырная пушка но машина отвратительная уродливая и блин вообще ужас фу что это за городишко такой мелкий поселение дереву к скорее лаука в лауке ничего хорошего нету о-о-о-о-о-о-о кристал а кристалл причем по моему вторичных заданий здесь может быть только одно так что поехали вначале про лидера узнаем там да с вами все вторички все вторички за выполнять расчет просто выполнять все подряд потому что нам с вами нужен урал на урал можно ставить боковые пушки это я помню из своих древнейших прохождений то что на урале уже можно начинать ставить боковые пушки это охренительно круто здесь по сути урал то уже бляха какой-то бтр они урал жаль что это все по кругу объезжать надо время тратить так она быстро рассказали де лидера держит галден удалось освободить склад нет чертовы аборигены стоят насмерть может быть мне удастся уговорить их лидера распула распустить всех по домам этого зверя вряд ли даже пойманный вот отказывается сотрудничать с нами а все-таки где он сейчас фургон с ним должен выехать из рыбацкого поселка и направляется сюда спасибо я найду его вот другой разговор нам до заправиться немного обязательно на 64 рубля заметьте мы даже никого лута не набрали вот чё прикол и собственно что значит то найти оракула чего серьезно прям здесь так освободить склад бандитов освободить лидера переходить транспорт с лидером вот а так вторички вот они переходить транспорт с лидером где он карта ага мы сейчас находимся где вольме а он там аж и как бы нам поехать через лауку и вверх давай пока до лауке доедем все вторички оказывается можно переключать это очень круто очень круто единственное что пара правильно по его перехватывать иначе придется прям реально круг ехать а это будет нам не на руку явно не на руку так и судя по карте куда он едет блин никуда поехали здесь тогда да нам на эту дорогу надо судя по тому как быстро сокращается расстояние наверное мы правильно едем а это что тоннель какой-то вон они едут революционер